Бригада Владимирских медиков провела в Докучаевске два с половиной месяца. За это время наши врачи приняли больше тысячи пациентов. Среди них раненые бойцы и гражданское население. Люди попадали под обстрелы со стороны украинских националистов. Медики отмечают ситуацию в Докучаевске напряжённая. Каждый день рядом с городом слышны взрывы и миномётные обстрелы. Врачи работали в круглосуточном режиме. Проблема одна. Там, конечно, очень старое оборудование. Оборудование, наверное, 80-х годов, которое, к сожалению, в последние 8-12 лет вообще не обновлялось. Где-то частично даже не работает. Поэтому вот это основная сложность была. Самое удивительное, это люди, которые максимально во всём помогали. Я имею в виду местное население, которое очень благоприятно к нам относилось. Максимально делали всё, что необходимо для оказания помощи. Глава региона Александр Авдеев поблагодарил медиков за работу. Он отметил неоценимый труд владимирских врачей. Им вручили благодарственные письма от администрации региона и города Докучаевска. Александр Авдеев отметил, Владимирскую область продолжит гуманитарную миссию в ДНР. На Донбасс уже выехала другая бригада медиков. Кроме того, 33-й регион направит в больницу Докучаевска необходимое медицинское оборудование. Медики у нас будут, наверное, постоянно дежурить от 6 до 9 человек, я думаю. Мы будем поставлять, мы им уже поставили ряд единиц оборудования, инвентаря. Поставили скорую помощь, поставили хирургические столы, какой-то ещё будет инвентарь поставляться. Ну и наши специалисты помогают врачам Докучаевска. И в том числе врачам Донецка и Волновахи. Восстанавливать Докучаевск после бомбёжек помогают и владимирские специалисты. Перед ними поставили задачу отремонтировать социальные объекты разрушенного города. За два с половиной месяца восстановлено шесть объектов. Специалисты перекрыли крышу в многоквартирном доме, отремонтировали три школы и два детских сада. Ещё в одном дошкольном учреждении работы продолжаются и сегодня. Главная задача у нас состояла в том, чтобы отремонтировать садики, школы, привести их в надлежащее состояние для учеников и детей. Ремонты не производились уже давно, лет десять. То есть приходилось наводить и капитальные ремонты, и косметические. Специалисты говорят, эту командировку они запомнят надолго. Линия фронта проходит рядом с городом, поэтому основная задача была преодолеть психологический барьер. Ну, условия нормальные. Обстрелы практически были по ночам, но довольно-таки часто. Вот последние две недели, конечно, всё усилилось. А так, на протяжении двух месяцев мы, в принципе, себя чувствовали нормально. Глава региона Александр Авзеев подчеркнул, восстановление соцобъектов до Кучаевска идёт по графику. Завершаются работы и по замене тепловых сетей. Владимирские специалисты уже прошли половину из запланированных 800 метров. Работы планируют закончить до середины октября. После сдачи всех объектов в Белом доме будут формировать список работ на следующий год. Ирина Начарова, Игорь Липский и Дмитрий Шаталов.